Добрый день, уважаемые жители и участники конференции. Меня зовут Макарова Алина, я ученица 10 класса Болгурской средней школы. Тема моего доклада – топонима болгурского наследия. Актуальность нашего исследования условлена тем, что сегодня некоторые названия порой забываются, меняются, искажаются. Среди них появляются новые зависимости от хозяйственной деятельности человека, изменения рельефа местности, образования новых озер, речек, а также от языка поживающего населения. К сожалению, названия особенно дальних урочий, озер и речек нигде не записаны, а знающих названия мест этих людей с годами становится все меньше и меньше. Болгур – это моя малая родина, история ее очень интересна, и хранят ее не только люди, но и названия, уходят века, на память о них останется в топонимах. Заинтересовавшися особенностью названия местности своей малой родины, смыслом названия озер, поля, луков, мы выбрали тему исследования топонима болгурского наследия. Эта работа является продолжением. В первой части моего исследования я рассмотрела вопросы происхождения, слова образования и топонимов нашего поселка. Про анализированный собранный материал, узнав от местных жителей и из других историй происхождения некоторых из них, а также лично изучив географические объекты, я пришла к выводу, что названия не бывают случайными. Они отражают особенности географическим объектам, связанные с родом деятельности людей, и с родителями, животными, с именами, прозвищем людей, проживающих в данной местности. Представленная здесь вторая часть исследования посвящается и нанесению топонимов на электронную карту наследия. Предмет исследования – электронная карта наследия, объект исследования, процесс нанесения топонимов на электронную карту, степень изучения системы. Сначала мы изучили теоретический материал о топонимах, затем начали собирать топонимы. При выяснении их происхождения встретились с определенными трудностями. Материалы, связанные с этой темой, очень разбросаны, а многие даже отсутствуют. Мне пришлось искать их в различных источниках, работать с архивными материалами. Можно сказать, что топонимка моей малой родины не исследовалась. Мы использовали интернет-ресурсы и рассказы жителей села, собрали топонимы, привязали их к местности, но этого оказывается мало. Для того, чтобы передать это будущим поколениям и иметь визуальную информацию, не хватает карты. И следующим своим шагом запланировано создание электронной карты села Булгур. Для нас такой работы еще никто не выполнил. До сегодняшнего дня такой карты не существовало. Практическая значимость исследования. Собранные в одну работу материалы будут представлять большую ценность при изучении истории нашего села. Важно сохранить топонимы на этой карте, а их фортование происхождения сместить в книги Булгурского наследия. Кроме того, собранные материалы можно использовать на уроках географии, истории, переведений, на занятиях внеурочной деятельности и во внеклассной воспитательной работе с учащимися. Цель работы – создать электронную карту, собранную в предыдущей работе топонима и села Булгур. Задача – найти в интернете Google Earth карту с кремой села Булгур, изучить технологии в создании завязанной электронной карты в программе Microsoft Office PowerPoint с гиперссылкой, используя инструкции к работе с картой, нанести топонима. Разместить карты на сайте Мобулгурский наследия, разместить на карту Мобулгурской и СОЖ. Методы исследования. Описательные методы нахождения информации, анализы сопоставления полученных на данные, изучить технологию работы с электронной картой, работа с программой Microsoft Office PowerPoint. Методика исследования была традиционной. Во время производился подбор информации из различных источков, анализировались и сопоставлялись факты, осуществлялись их обобщения и дальнейшее нанесение объектов на карту Microsoft PowerPoint. Одним из основных методов является картографическая. Специфика данного метода состоит прежде всего в том, что при его использовании источников по обещанию социологической информации является заранее собранный сетематизированный материал. В моей работе мы надеялись на карту найденные нам 16 микротопонимов. Микротопонимы называют обычными, указывая на картах названия урочищ, болот, лесов, луков, покосов, луков, города или села. Эти названия не обличают цены, как образцы местных говоров и слова образования, а также как свидетели прошлой истории нашего села. Сейчас в сроке микротопонимы и указывают на место, где прежде жили наши предки. Про это порядок выполнения. Выставляем основную карту из села Болгурж программы Microsoft Office PowerPoint, наносим название урочищ, болот, лесов, луков, покосов, создаем гиперссылку с помощью, по которым открывается информация о происхождении данного названия. Готовые карты размещают на сайте МОО «Болгурский наследок», а также на сайте ОУ. На странице медиатекста используют ее в качестве учебного пособия на уроках, географии, занятиях, педагогического кружка и другими мероприятиями воспитательного характера. Исследуя топонимуму, пришли к выводу, что их происхождение это связь между прошлым и настоящим. Как много, оказывается, могут рассказать топонимы о жизни наших предков. Топонимка позволяет создавать рисунок прошлого. Происхождение некоторых названий очень прозрачно. Благодаря беседе со старожилами нам удалось классифицировать топонимы. В результате проведенного исследования мы выявили 347 названий из них. Топонимы, образованные от имени или прозвища человека 88. Топонимы, связанные с природным особенностями местности 88. Топонимы, связанные с растительным и животным миром 50. Топонимы, связанные с предметами и объектами 42. Топонимы, связанные с животноводственным и семилюгелем 13. Топонимы, имеющие эвенгельское название 13. Топонимы, связанные с родным деятельностью людей 8. Топонимы, рассказывающие о необычных историях, в случаях всего 5. Я поняла объяснение, по которому пока не найдено всего 40. Нельзя допустить, чтобы пропали эти названия. Поэтому надо сохранить и понять, так как они содержатся в себе. Сведения о нашем прошлом уводят нас в год веков. Создание электронной карты села Булгур – это главный шаг к тому, чтобы в звании местности, где проживали наши предки, не пропали, и чтобы их знали мы, наши дети и все ведущие поколения. А для этого мы разместили карты в системе интернета на главных сайтах, в своем сайте муниципального образования и на сайте школы. На сайте МО и ЕО могут воспользоваться для нужного слега, а на сайте школы они будут служить учебно-пособием на уроках и на урочных занятиях. Микрутопонимы – это часть истории моего края. Они нуждаются бережно в отношении сохранения. Многие из микрутопонимы в настоящее время не управляются, многие забыты, но пока еще есть жители, которые помнят их и передают следующим поколениям. То наша задача – не потерять их. На этом мое исследование закончилось. Я считаю, что свои цели и задачи я выполнила. Спасибо за внимание.